Приветствую вас! Давайте мы для начала с вами попробуем успокоиться и попытаемся разобраться в том, что произошло. Вас бросил муж, и это, безусловно, очень тяжелое для вас событие, как я понял, неожиданное для вас, потому что вы не ожидали этого, но, тем не менее, что-то послужило причиной для такого поведения мужчины, и что-то послужило причиной для того, чтобы сын его поддержал. Это означает, что ваши отношения и с мужем, и с сыном в последнее время оставляли человек лучше. И вот с этим, в первую очередь, и нужно разбираться. Что произошло? Как давно у вас начались проблемы? Какого они были характера, эти проблемы? В чем они заключались? Каковы были основные разногласия у вас в семье? Вы поймите, что сейчас все нам взводят, и вы, и муж, и сын, все сейчас нам взводят. Все на эмоциях, никто не успокаивается, все, возможно, порят горячку, и, собственно, делают то, о чем папа, может быть, даже будут жалеть. И в этой ситуации вам необходимо сохранять спокойствие. То есть, не принимать то, что происходит на свой счет. Видите ли, если муж и сын хотят представить вас виноватой в том, что произошло, например, то это не так. Вы не виноваты на 100% в ситуации, которая у вас получилась. Да, вы не счете ответственность, но это не полная ответственность. Эта ответственность ровно настолько, насколько муж ваш ответственен за нее. То есть, ровно в половину. И вот эту половину ответственности вам нужно для себя разнообразить, понять, какие действия привели к тому, что сейчас случилось. И либо постараться все исправить, что-то в себе поменять, Либо, если это несет вам вред, Осознать, что то, что между вами произошло, является естественным, верным ходом развития событий. И по-другому быть не могло. Нужно понять вам, что семья просто так не распалась бы. И если это произошло, значит, мужчина, ваш муж, скорее всего, был с вами несчастливым. Ну, не от хорошей же жизни он разбросил, правильно? Значит, ему что-то не нравилось, что-то он не получал, что-то его не устраивало. Вот об этом и нужно подумать, что именно. И постараться, либо дать ему это, Либо понять, что вы не способны удовлетворить желание и запросы человека, А значит, вам с ним не по пути. И если вам с ним не по пути, То это даже хорошо, что он вас бросил. Вы быстрее начнете жить в своей жизни, Быстрее вступите в новые отношения и так далее. То есть, для начала давайте проанализируем то, что с вами произошло. Подумаем о причинах этого. И не будем взваливать на себя всю ответственность за случившееся. Дальше. Вы пишите о том, что ваш мир перевернулся. Это значит, что вы были и, возможно, есть сейчас Слишком зависимы от мужчины. От своего мужа. Если так, то любая зависимость – это плохо. От нее нужно избавляться путем принимания своих желаний И самостоятельного удовлетворения их нет через мужчину. Зависимость сделает вас слабой и восприимчивой К их манипуляции и управлению со стороны других людей, В связанности вашего мужа. Дальше. То, что касается сына. Ну, вы не сказали, сколько ему лет. Не сказали, в чем именно, почему он на стороне вашего мужа. Но уверен, что у сына тоже есть основания для этого. По крайней мере, так ему видится, он в это верит. И он так поступает. И с этой точки зрения, вам нужно понять, Что сын более близок к отцу. И, возможно, солидарен с ним. Но при этом, при этом, Совершенно не факт, что он делает то, что хочет. Совершенно не факт, что ему нравится то, что происходит, И то, что с вами сейчас творится. Но, будучи в восхищении своим отцом, Оказывая ему поддержку, Сын не может пойти против него. Потому что папа, наверное, подумает, что сын слабак. Сын этого не хочет. И в результате такое вот поведение. Вам нужно здесь проявить женскую мудрость. И воспринимать то, что случилось, Как взрослые и не очень игры больших детей, Которыми являются мужчины. Мужчины, это, знаете ли, такие большие взрослые дети. И иногда эти дети играют в игры, Добывая, что эта игра – жизнь. И от этого страдаете вы, к сожалению. Так вот, относитесь к этому именно так. Проявите женскую мудрость. Проанализируйте все, что произошло. Извлеките выводы и начните действовать. В чем? В направлении своих интересов. Деньги, о которых вы говорите, Не всегда условия для интересов. Поэтому вы присуществитесь к себе. Подумайте, что бы вам хотелось. Не сейчас, не сразу. Постепенно это придет. Когда вы начнете воспринимать Те изменения в жизни, Которые с вами произошли. Что ж, думаю, на этом можно закончить. Вы не задаете никакого вопроса. И совершенно очевидно, что для помощи вам Ну, лучше разобраться в ситуации, Лучше понимать, что с вами происходит. Лучше понимать причину и суть конфликта. А пока, пока можно ограничиться Только такими вот общими рекомендациями. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вопросы какие-то остались, Обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.